Экскурсии должны быть доступны всем. То, что для нас с вами обыденная вещь, что-то необычное для людей с ограниченными возможностями. Проект «Доступный инсайт» должен изменить это, но как он зародился и в чем его главная цель. Об этом мы сегодня и поговорим. Меня зовут Всеволод Гимбут, здравствуйте. Но сначала актуальная статистика по коронавирусу. За сутки в России выявлено заболевших 5670 человек. Выздоровело 5809 человек. Скончалось 132 человека. В Ростовской области выявлено заболевших 167 человек. Выздоровело 107 человек. Скончалось 6 человек. Активных случаев заболевания в России 170 488. В Ростовской области 3199. Сегодня с нами на связи руководитель проекта «Доступный инсайт», соучредитель Ростовского регионального фонда содействия развития инклюзивного туризма, досуга и отдыха «Зеленая улица» Елена Перепечаева. Елена, здравствуйте. Здравствуйте, Всеволод. Елена, ну давайте с самого начала проект «Доступный инсайт». Вообще, что это и как идея зародилась? Проект «Доступный инсайт» зародился в 2019 году, но изначально, задумка была еще раньше, так случилось, что в моем окружении есть семьи, имеющие детей с особенностями здоровья, и каждый раз, общаясь с ними, возникали вопросы и жалобы с их стороны, что есть проблема доступности туристских объектов, у них случаются постоянные трудности с перемещением по городу. В этот же период я проходила обучение в Южном федеральном университете высшей школы бизнеса по туризму вместе со своими компаньонами. Я там и встретилась. Это Русева Алиса и наш наставник на тот момент по инклюзивному туризму — это Кононова Евгения. Так, изучая инклюзивный туризм, мы решили, что этого в нашем городе как раз-таки нет, и эта проблема остро существует, и решили объединиться и создать проект «Доступный инсайт». Какая вообще основная цель данного проекта? Основная цель проекта — привлечь внимание, собственно говоря, к проблеме инклюзивного туризма, проблеме доступной среды. И наше участие в этом — организовать именно туризм, организовать экскурсии и сделать туризм доступный на данный момент в Ростове-на-Дону, в Ростовской области. А далее надеемся, что эта инициатива будет поддержана, и все-таки на стране это приобретет такой глобальный смысл, и инклюзивный туризм будет поддерживаться и развиваться. Еще раз можно повторить, давно ли вы вообще существуете, и за это время, в плане я имею в виду проведения туров, какие маршруты уже есть в вашем списке? Потому что я так предполагаю, что ведь это не самое простое, если мы говорим об инклюзивном туризме, выбрать какой-то маршрут, он должен соответствовать определенным критериям. Да, официально мы были зарегистрированы в сентябре 2019 года, до этого мы изучали эту тему. Мы существуем с прошлого года, с сентября месяца, и разработано, и сейчас уже принято в действие, получается, пять маршрутов. Но это два маршрута по набережной, берега Ростова, три маршрута по Большой Садовой, Жемчужина Ростова называется. Мы их разбили, изначально это должно быть две экскурсии, но так как мы столкнулись с тем, что наши экскурсанты не могут в силу своего здоровья проходить такое большое расстояние, особенно это касается людей из ГЦП, с нарушением опорно-двигательного аппарата. Мы разбили и сделали цикл экскурсии. Сейчас еще у нас готова экскурсия по парку Горького, городской парк, и также готовится по Пушкинской улице. Конечно, привязка именно к доступной среде. Мы не можем сделать экскурсии просто в любом месте. Нам необходимы доступные маршруты, которые привязаны к определенным объектам. А как вы вообще подходите к процессу выбора маршрута? Вы садитесь, у вас там, ну, командой, допустим, какой-то мозговой штурм, и вы решаете, что вот хорошо, пройтись по Большой Садовой, дальше сами идете по Большой Садовой, смотрите, чтобы было удобно, возможно, проходить людям с ограниченными возможностями здоровья. Или вам люди сами, возможно, подсказывают, что вот было бы неплохо там. Как вы выбираете эти маршруты? Да, конечно, еще раз повторюсь, что привязка к доступной среде, поэтому изначально мы знаем, где у нас в центре более-менее существует доступная среда. Мы проходим, простраиваем маршрут, ну, это, как правило, набережная и центр города, да, простраиваем маршрут, идем сами сначала, изначально тестируем, потом приглашаем на бесплатную экскурсию пробную людей, ну, имеющих ограничения по здоровью, таких, допустим, как люди, передвигающие на коляске, опорно-двигательные нарушения, также с нарушением зрительным функции, и они уже на процессе прохождения экскурсии говорят нюансы, которые можно доделать, доработать, доправить. Собственно говоря, так утверждается маршрут. И после этого мы уже его пускаем в работу. Ну, смотрите, если мы говорим о людях с ограниченными возможностями здоровья, то мы же понимаем, что есть люди, которые не видят, есть те, которые не слышат, есть те, у кого проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Ваши туры вообще как строятся? Вы набираете группу людей, опять же, с проблемами с опорно-двигательным аппаратом и проводите для них одну экскурсию, потом незрячих людей проводите для них экскурсию, или это все вместе и условия таковы, что они могут вместе проходить эти экскурсии? У нас экскурсии партнерские и направлены на то, чтобы объединить людей. Но, конечно, мы разделяем некоторые направления на залоги болезни. Допустим, незрячим будет трудно вместе с людьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Поэтому незрячих и слабовидящих мы объединяем с условно здоровыми людьми, проводим, допустим, экскурсию. Мы предлагаем и тем, и другим объединиться в одну экскурсию. Следующая группа — это с нарушениями опорно-двигательного аппарата, условно здоровые люди и передвигающие посредством колякции. Это еще одно направление. На данный момент с людьми, которые имеют нарушение слуха, мы не работаем, потому что у нас нет человека, который бы занимался этим направлением. Вот я так думаю, что в перспективе мы тоже будем развивать. Почему, если мы говорим о помощи людям с ограниченными возможностями здоровья, вы выбрали именно такой путь, именно туризм? Почему не что-то другое? Я не знаю, возможно, школа, да, опять же, или просто какая-то волонтерская работа. Почему вы решили пойти по туризму? Ну, еще раз напоминаю, что я до сих пор и прохожу обучение, магистрское образование высшей школы для бизнеса именно по организации туризма. И изначально был вопрос о туризме. И возник вопрос, как это совместить. Эти два пункта сошлись просто. Мне был интересен туризм. И был такой, как сказать, глобальный вопрос. Стоял и звучал постоянно в моей жизни, присутствовал в окружении моих близких людей. И мне пришлось, ну не пришлось, да, как бы не захотелось самой реализовать этот проект. Поэтому туризм. Они же тоже хотят отдыхать точно так же, как и мы, хотим отдыхать и видеть окружающий мир. Поэтому так. Сколько туров вы уже провели? Ну, в прошлом году мы провели, начиная с сентября по декабрь, так как это сезонная история. Зимой мы не можем проводить туры, потому что у нас туры пешие. И люди с ограничениями по здоровью определенный температурный режим должны выдерживать. То мы провели восемь экскурсий в прошлом году. И на данный момент тоже это восемь экскурсий. Но это экскурсии и индивидуальные, и групповые, и смешанные, различные, в общем, экскурсии. Ну, надеюсь, что у нас еще есть время. И мы, так как в связи с COVID-19 у нас было закрыто, и мы открылись только в августе. За это время мы провели восемь экскурсий. Всего шестнадцать. Ну, и не могу, конечно, не задать вопрос в свете этого года. У нас буквально минутка осталась. Коронавирус вообще каким-то образом отразился на вот этой деятельности? Или вас он не коснулся? Ну, конечно же, отразился, так как мы не могли проводить, собственно говоря, наши туры, наши экскурсии. Было запланировано открытие весной и проведение определенных экскурсий. И нам пришлось это время ожидать, собственно, и готовить какую-то альтернативу еще, чем мы можем быть полезны. В следующей передаче, я думаю, мы вам расскажем, если вы нас пригласите еще, о том, что мы еще готовим. Да, естественно. И за сегодняшний разговор хочу сказать вам огромное спасибо. Как по мне, это действительно очень важное дело. Так что и спасибо за то, что вы делаете, и спасибо за то, что вышли с нами сегодня на связь. И вам спасибо, Всеволод, всего доброго. Сегодня мы поговорили о проекте «Доступный инсайт», но не обсудили очень важный вопрос, с какими проблемами сталкивается проект. Об этом уже в следующей программе. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok